МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В имене заслуженного врача Софии Макашевой будет назван областной перинатальный центр, а также учреждена стипендия для студента высшего медицинского колледжа. Борец греко-римского стиля Айдос Султангали вошел в тройку сильнейших на чемпионате мира в Венгрии. Это вторая бронза мирового первенства в истории греко-римской борьбы региона. Далее об этих и других событиях более подробно. В Казахстан в международном рейтинге дуинг-бизнес среди 190 стран поднялся на 28 место. О достижении этого высокого показателя объявил сегодня вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин. По итогам глобального рейтинга 2018 года Казахстан обошел ряд государств, членов ОСР и лидирует среди стран, участниц Евразийского экономического союза. Наша страна улучшила свои позиции по шести направлениям из десяти. Так, по индикатору защита миноритарных инвесторов Казахстан признан дважды уже мировым лидером. А по обеспечению исполнения договоров, получению разрешения на строительство, открытию производств, получению кредита, международной торговли, значительно поднялся в рейтинге. Отметим, годом ранее Казахстан был на 36-й строчке «Дуинг бизнес». Рейтинг окажет завтра влияние на инвестиционное решение политиков, банкиров, корпораций. Поэтому при проведении этой работы наша цель – улучшение состояния казахстанского бизнеса. И к новостям региона. Сегодня стартовала республиканская команда «Штабное учение. Зима-2018». В учении задействованы все группы экстренного реагирования по предупреждению ЧАЭС. Цель учения – повышение уровня готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимы, проверка готовности служб и формирования гражданской защиты к реагированию на ЧАЭС зимнего периода. В рамках учения будут проведены проверка готовности служб и техники, техническая проверка системы оповещения, а также тактика специальной тренировки по отработке действий по ликвидации ЧАЭС и оказанию помощи пострадавшим. У нас есть системы и объекты жизнеобеспечения – ДАРИА, системы вода и теплоснабжения. В ходе учения будут отработаны действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в зимний период. И сегодня наши команды показывают, что готовы к зиме. В штате нашего южно-регионального спасательного отряда 73 сотрудника. Все они готовы к зимним чрезвычайным ситуациям. 20 единиц техники прошли техосмотр. Имеется необходимый запас ГСМ. Есть ли в регионе квалифицированные социологи? Какова их роль в обществе и что дают результаты соцанализа? Эти и другие вопросы обсуждались на семинаре-тренинге, прошедшем в областном центре. В регионе острый дефицит социологов. Ожидается, что пробел будет восполнен. При ТОСР-Медиа создан информационно-аналитический центр. Здесь будет проводиться подготовка социологов для каждого района. Участникам первого семинара-тренинга разъяснили суть работы социолога, задачи и основные принципы соцанализа. Для изучения общества проводятся исследования, которые дают знания о реальном его состоянии, изменениях в нем, новых процессах и явлениях, с которыми мы не встречались раньше. Социология также помогает выяснить тенденции развития на будущее, выработать научно обоснованный прогноз на ближайшие годы и более отдаленную перспективу. До этого времени не было ни одного случая в регионе, чтобы человек пришел к нам с резюме социолога. Хотя сейчас эти специалисты востребованы. В любой сфере государственного института нужны социологи. Мы продолжаем выпуск. С этого года в связи с высоким спросом учебного курса «Инструмент деловые связи», которые прежде проходили только в Астане, Алматы, Шумкенте и Караганде, теперь проводятся и в нашем регионе. Цель проекта – помощь предпринимателям в восстановлении деловых связей и обучении передовым технологиям за рубежом. Пять козлординцев прошли трехнедельные курсы. Второй этап – защита бизнес-проектов перед специальной комиссией. Победители получат возможность поехать на месячные курсы в Германию. Все расходы на прохождение стажировки за счет государства. От участников требуется только оплата проезда до места отправления в Германию, то есть до Астаны или Алматы и обратно. В этом году кармакшинцы собрали 81 тысяча тонн риса. С каждого гектара получено по 58,5 центнеров зерна. Это большой подвиг рисовода, в котором пришлось работать в условиях маловодия. По традиции, достижения агрария были отмечены на празднике нового урожая «Алтын Дэн» 2018. Праздник урожая открылся традиционно ярмаркой сельхозпродукции. В честь успешного завершения уборки дыхание щедро снизили цены на все товары. К примеру, картофель был предложен по 65 тенге, лук по 40, морковь по 70 тенге, мясо по 1250 тенге, рыба от 150 тенге за килограмм. Рис тоже нажел, отпускали по 160 тенге. Несмотря на сложности с поливной водой, жаножоловцы урожаем довольны. Среди рекордсменов – бригадир Болтабай Саметов. Его бригада собрала по 80 центнеров с каждого гектара. Ежегодно неплохой урожай получаем. И в этом году довольны урожаем. Этот результат общего труда – общая заслуга всей бригады. На праздники урожая Аким района поблагодарил аграриев за их вклад в развитие сельского хозяйства. В этом году было возделано 23 500 гектаров. Свыше 13 тысяч отведено под рис. С каждого гектара получено по 58,5 центнеров. Всего собрано 81 тысяча тонн риса. Хороший урожай собран и по всем другим культурам. Особо хочу отметить ТОО «Жаножол», который получил по 74 центнера риса с гектара. ТОО «Актюбей» и Катурмагамбет, Тостахжер, Оразахун. В целом, каждое хозяйство, каждый земледелец унес в свою лепту в успешное завершение сельскохозяйственного года. По традиции были отмечены лучшие хозяйства – эйсоводы, механизаторы, водники, жаткисты. Лучшими хозяйственными признаны ТОО «Жаножол» и «Дует». Пять человеку достойно специальных призов имени выдающегося специалиста сельскохозяйственного отрасли Клышпека Абишева. Наше товарищество «Жаножол» опять завоевало первое место. Еще сегодня я получил специальный приз известного работника сферы Клышпека Абишева. Для меня нет высшей награды. 500 гектаров люцерны посадили. Конечно, были трудности, но благодаря опыту ухода за культурой урожай получили высокий. ТОО «Актюбей» и КАО в 2018 году добились высоких достижений. Получили в среднем по 65 центнеров с каждого гектара. Под иранский рис отвели 300 гектаров. С 1 декабря начнем его экспорт в Иран. Всего планируем вывезти на внешний рынок 600 тонн риса. В 2018 году посеяли рис на тысячи гектаров. Благодаря совместному труду вырезали неплохой урожай. Завершили уборку без потерь и уже начали готовиться к следующему году. Праздничный вечер завершился концертом в честь героев страды. Айгерим Туриман, Асхарт Алжев и Саша Риф. Торихан Кожахметов, телеканал Казларда. Мы продолжаем выпуск. Имя Софии Макашевой вписано золотыми буквами в историю медицины страны. 30 лет с 1952 года по 1982 она возглавляла управление здравоохранения области. На научно-познавательной конференции, посвященной 95-летию Софии Макашевой, был подчеркнут вклад выдающегося организатора медицинского дела в развитие здравоохранения области, а также личный вклад в качестве акушера-гинеколога в охрану материнства и детства. За годы руководства сферы здравоохранения области, благодаря ее самоотверженному труду, количество коек в больницах региона выросло более чем в 7 раз, в городе – в 17 раз. Врачей было всего 92 на всю область. Она добилась увеличения их количества в 15 раз. В трех районах при ней были построены новые центральные больницы, увеличился парк санитарного транспорта. За свой труд София Макашева удостоена трех орденов – медали за трудовую доблесть, звание заслуженного врача и отличника здравоохранения. На конференции коллеги, в их числе ветераны труда, Ерниас Вумарулу, Тургамбай Маханов, Раиса Абдешкалзе, ученики Софии Макашевой поделились воспоминаниями о ней. Выдающаяся дочь своего народа, гордость нашей земли, известный в стране деятель. Она была мудрым наставником, талантливым руководителем. Всю свою жизнь она посвятила одной единой цели – заботе о здоровье населения. Имя Софии Макашевой будет присвоено областному перинатальному центру. И еще с этого года учреждена стипендия имени Софии Макашевой для студентов Высшего медицинского колледжа. Первой обладательницей престижной стипендии стала студентка третьего курса – Улвала Патшахатхзе. Борец греко-римского стиля Айдос Султангали вошел в тройку сильнейших на чемпионате мира в Венгрии. Бронзового призера встретили с почестями дома. Айдос на мировом первенстве с убедительным преимуществом победил в трех первых поединках. Так, со счетом 6-1 обыграл украинского соперника. Со счетом 7-5 – японца, серебряного призера Олимпиады в Рио, чемпиона азиатских игр. Со счетом 8-0 – киргизского борца, чемпиона мира. В полуфинале уступил россиянину. По словам тренера, из-за травмы спины. Но, несмотря на это, проявил характер и в борьбе за бронзу одолел соперника из Северной Кореи. Отметим, это вторая бронза чемпионата мира среди взрослых в истории греко-римской борьбы области. Первую бронзу завоевал Ермек Кукетов в 2005 году. Вторую – через 13 лет Айдос Султангали. Чемпионат мира прошел на высоком уровне. Самым сложным соперником был японец – серебряный призер Олимпиады в Рио. Но я сумел его победить. Я счастлив, что вслед за Ермеком Кукетовым принес в стране бронзу. Для более высокого результата помешала травма спины, которую я получил в третьей схватке с киргизским борцом. Следующий год лицензионный. Буду готовиться, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду. Айдос оправдал надежды. Завоевал бронзу. Надеемся, на чемпионате мира 2019 в Астане выиграть путевку на Олимпиаду. Будем работать на эту цель. В период с 3 ноября местами ожидаются туман, гололед. Это было последнее сообщение выпуска. Смотрите наш новость через портал Каста РККЗ на сайте телеканала Казларда. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – комплекс Арбат. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTor. Субтитры создавал DimaTorzok В Аральском районе днем плюс 2, ночью минус 8. В Казалинском районе днем плюс 3, ночью минус 7. В Байконере днем плюс 4, ночью минус 6. В Кармакшинском районе также днем плюс 4, ночью минус 6. В Жалагарском районе днем плюс 5, ночью минус 5. В Сардаринском районе днем плюс 6, ночью минус 4. В Щиилийском районе днем плюс 7, ночью минус 3. В Жанакурганском районе днем плюс 8, ночью минус 2. В Казалинском районе днем плюс плюс 5, ночью минус 5. Взрывы maison днем плюс 10, ночью минус 2. Доллар США 368 тенге 95 тинов. Евро 418,28 тина Российский рубль 5,62 тина Китайский юань 52,92 тина